Как искать и находить успешную работу в крупных компаниях? И, собственно, позиции того, кто всяко разных сотрудников на работу набирает. Начнем мы с того, что поговорим про то, как правильно готовить резюме и как правильно, в принципе, обеспечивать себе вход в эту самую компанию. Конечно, самым оптимальным путем попадания на работу является прохождение, например, практики, которая постдипломовская или любая другая в течение вашей учебы. Но этот способ зависит, в принципе, от того, проводятся ли практики в компаниях и насколько ваш ВУЗ успешно сотрудничает с той или иной компанией. И поэтому он не гарантирован и, в принципе, недоступен для любого, кто бы захотел, а, в принципе, работу-то может найти любой. Поэтому буду рассказывать сначала о том, как правильно работать с входом, с попаданием в пул тех потенциальных кандидатов, которых рассматривают. Первый важный фактор – это ваше резюме. В западной практике существует поверие о том, что резюме пишется один раз и персонализированную, скажем так, сфокусированную работу уже со своим потенциальным работодателем вы ведете при написании cover letter, как они это называют, письма, которые сопровождают ваше резюме. В российской практике написания cover letter не существует, и поэтому мой совет здесь – с резюме надо работать прицельно. То есть, если вас заинтересовала какая-то вакансия, которая размещена в разных базах данных типа HeadHunter и прочих, посмотрите, пожалуйста, внимательно и вдумчиво на те обороты и ключевые слова, которые работодатель использует при написании запроса. И соотнесите это со своим опытом, попробуйте понять, что именно из того, что вы делали или того, чему вас учили, максимально соотносится с тем, что требуется работодателю. И убедитесь в том, что у вас в тексте резюме плюс-минус те же слова и те же, ну, то есть, недословно, но по смыслу, что вы свое описание себя формулируете таргетированно под ту вакансию, на которую вы попадаете. Второй важный элемент, который хотелось бы в этом месте как бы тоже рассказать, это то, что в любой большой компании отбирают вас по вашему резюме не те, с кем вам по следующим работать, а служба человеческих ресурсов или HR. И они, в принципе, вряд ли, ну, то есть, зачем нужна вот эта вот сонастройка резюме с описанием. Служба человеческих ресурсов в общих чертах понимает, что нужно подразделению и в общих чертах понимает, какую там сферу деятельности ведет компания. Но, как правило, это только в общих чертах. У них нет достаточной глубины осознания, о чему же вас, например, учили на том или ином курсе. И поэтому они не всегда за общими формулировками смогут увидеть там реальный предмет и реально соотнести это с описанием должности. Поэтому и требуется настраивать резюме. Что еще необходимо знать, когда вы идете на первый круг собеседования общаться со службами человеческих ресурсов? Они не смогут и не будут проверять владение вами и предметной области. Они будут проверять какие-то общие вещи, насколько вы заинтересованы в работе именно в этой компании, насколько ваш интерес долгосрочен. А также будут вас тестировать по классическим наборам вопросов, про которые, в общем-то, можно узнать, почитав статей плюс-минус в любом издании, который на эту тему пишет. К этим вопросам надо быть готовыми. То есть сядьте, прочитайте 1, 2, 3, 5 статей в интернетике о том, как мы ищем работу, и будьте готовы отвечать на вопросы. Класса, кем вы видите себя через 3 года? Уверенно и связано. Были ли у вас в прошлом опыты конфликтных ситуаций? Как вы из них выходили? Уверенная и связанная история. По большому счету, службе человеческих ресурсов, с которой вы проходите первый раунд собеседований, осмысленно задавать вопросы о графике работы, о социальном пакете и прочих общих вопросах, которые, в принципе, применимы для всех сотрудников, которых компания набирает. И совершенно бессмысленно задавать вопросы о предмете деятельности и ее структуре.